Ивар, я хочу поблагодарить вашим лице Латвию, братскую, дружественную нам страну, которая с первых же дней полномасштабной агрессии России протянула руку помощи Украине. Спасибо вот в вашем лице всем жителям Латвии. Мы в неоплатном долгу перед ними, и мы никогда не забудем этого порыва граждан Латвийской Республики. Спасибо большое, я тоже очень рад за моих соотечественников, и все, которые выражают не только духовную помощь, но и материально что-то делают, и мы очень переживаем за все это. Скажите, пожалуйста, вот 24 февраля для вас, каким был этот день? Вот вы помните свои ощущения, когда вы узнали, что Россия развернула такую агрессию против Украины? Вы имеете в виду год назад, который? Да, да. Ну, мне не верилось, что это возможно. Ну, я чувствовал, что по отношению и к нам, и вообще к бывшим республикам, Россия имеет какое-то такое странное отношение. Ну, скажем, делает какой-то мой портрет в телевидении, да, и говорит, ну, давайте в Юрмале зимой там, например, пройдитесь так по пляжу. Ну, я в пальто каком-то иду, и я потом смотрю эту передачу, и закадровый текст идет такой. Ну, вот, никого на пляже нет, он там один, вот, а ходит. Вот, я так к этому не обращался, ну, относился как-то так с юмором, думаю, ну, там, наверное, какой-то редактор, что-то там, я не знаю почему, что-то недосказал когда-то. Ну, в общем, а это, оказывается, все на самом деле, некоторые люди так и думали. Ну, вот, когда вы узнали, что такая война началась, что на сердце было у вас? Ну, в этот момент даже нельзя было оценить, что это будет так масштабно, понимаете, что это будет такие жертвы, и так долго, и что это все вранье заполонит все, весь мир, весь эфир. Люди-то поначалу были в шоке просто, не может быть такого. Ну, это прошло, да, через какое-то время, это не сразу, да. Вы были звездой, не просто звездой, секс-символом советского кино, вы снимались на площадках с лучшими советскими артистами из разных республик, вы снимались у разных режиссеров, у выдающихся режиссеров. Скажите, пожалуйста, вот тогда, в советское время, на излете советского времени, можно было представить себе, что Россия будет такое творить? Были какие-то предпосылки к тому, что она может на это пойти? Ну, я не замечал ничего такого. Я, как сказать, не был в этой единственной партии, поэтому информация у меня была как у обивателя любого. И нам показалось, что это невозможно. И даже в 91-м, когда рухнул Советский Союз, мы-то радовались. Оказывается, многие не радовались. Какая-то, по-ихнему, геополитическая катастрофа произошла. Но нам-то показалось, что катастрофа именно вот сам Советский Союз. И мне лично показалось, что все это мышление ушло куда-то и никуда, и все отношения заново более человечными становятся. Ну, вот так примерно, наверное. Но вот конфликт ваш, украинский конфликт, доказал наоборот все. Когда Латвия вышла из Советского Союза, ей пришлось тяжелее, чем двум другим странам Балтии, Эстонии и Литве. В Эстонии все-таки более однородное население было в основном эстонцы. В Литве литовцы преимущественно составляли большинство. В Латвии все-таки много русских, и по-прежнему много русских. Это проблема для Латвии? Вот все-таки русскоязычное население, насколько я знаю, в Латвии занимало такую позицию более пророссийскую и мешало проведению реформ в Латвии, как в стране Евросоюза. Есть эта проблема сейчас? Я думаю, частично есть. Просто люди, молодые люди не знают, что такое депортация, понимаете. Они не знают всю эту историю, просто не знают, потому что не учились, что происходило там в 40-41 году, до войны. Вот вчера, например, мы отмечали день памяти жертвам коммунистического геноцида 49-го года. Депортация, да. Депортация, операция называлась «Прибой». Вывозили из Балтии 90 тысяч человек, и почти половина это было из Латвии. 42, по-моему, 42 тысячи. И при том семьи мы вывозили. Это в основном Омск, Томск, Красноярский край и так далее. В Сибирь. Да, ну Сибирь в основном. И, ну вот, вчера такой день был. Я вчера посмотрел еще в своем родном театре «Кавказский меловой круг» к премьеру. Грузинский режиссер поставил. И вот там, кстати, это детская проблема. Позже вчера я посмотрел, как возвращают в Украину детей. Я был в шоке, что это дети не умерших, а живых родителей. Так, каким образом, как их вывозили, понимаете? То есть украли детей, вывезли, родители остались. Ну, это шокирует, да, вот такие факты. Как вам кажется, почему Россия пошла на такой шаг, как разворачивание полномасштабной агрессии против Украины? Вот что стало причиной? Неизвестно. По-моему, абсурд какой-то. Абсурдная ситуация. Не знаю, неужели это какая-то империя создается таким образом. Не знаю. Ну, вот удивительно, знаете, другое, что большая, большая часть населения России поддерживает это. И, в общем-то, поддерживает Путина, говорит, давай, дави Украину, давай и Польшу дави, и страны Балтии дави. Откуда это? Как вам кажется? Не знаю. Это какая-то чертовщина. Ну, я не знаю. Ну, что ж... Приходит на ум, не знаю, Булгаков. Михаил Булгаков, собачье сердце, понимаете? Просто... Преображенский, профессор, не успел пилюлю правильную дать, и он... Как сказать, Шариков и Швонниер стали отлавливать кошек. Вдруг, понимаете? Такой. И... Ну, инстинкты какие-то страшные сработали. Ужасно еще, знаете, что? Что интеллигенция, которая, казалось бы, должна быть за добро, за жизнь, за справедливость. Которая должна быть в первых рядах людей, которые, ну, понимают, что такое вообще сохранение жизни элементарно. Вот российская интеллигенция в массе своей, причем артисты, которых мы так когда-то любили, режиссеры, там, эстрадные исполнители, вот они стали поддерживать эту агрессию, поддерживать Путина. А что с ними произошло? Их банально купили или они всегда были такими? Ну, да, среди этих есть какие-то мои знакомые, я уже не буду называть их друзьями. Ну, например, кто? Ну, там их много, да, я со всеми по каким-то фестивалям, там, помню, застолье разное, и выступал, и... Ну, странно, странно. Да. То ли бимагогия такая, или пропаганда так сильна, что ли, и нет другой, или... Не хочется другую слушать, или человек может сделать выбор, или так глубоко сидит вот этот... Какой-то большой брат, скажем так, мягко, который не хочет помогать, а просто покорить... Ну, да, и иногда кажется, ну, как сказать, что если вор там обокрал какой-то чужой огород, и украл картошку, сожрал, и... И вдруг подумал, ну, огород мой, ну, я же картошку ехал, съел... Ну, не стоит ему второй раз приходить. Ну, не стоит ему второй раз приходить. Продолжение следует...